вижу иисуса христа в твоем лице сама по себе тема звучит так благодатно и я бы хотел чтобы эта тема она глубоко засела в наших сердцах знаете это такое приветствие в разных странах по-разному приветствует в наших странах в снг здоровье желают в китае сын недавно приехал ему мы вместе приехали мы ездили в китае там ни хао ни хао это как дела все в порядке по телефону когда так поднимая трубку китайцы так всегда говорить вы вы что это значит вы это буквально означает как твой желудок ну вы и желудок там китайский синдром есть такой вы их они там холод желудки там или вы и же жар желудки ну там отвечаешь в ухан хао значит у меня все хорошо индусы конечно отличились как раз тему нашей немножко в тему нашей проповеди у них приветствую так вижу бога в твоем лице знаете звучит так благодатно и так хочется сразу ну так приятно ой ну мне было бы приятно если бы мне сказали вижу бога в твоем сердце в твоем лице но не торопитесь радоваться потому что в индии триллион богов триллионы богов даже не один триллион на триллионы богов у каждой дверной ручки есть свой бог поэтому если тебе скажу так что вижу бога дверной ручки да в твоем лице но как бы это будет так уже как-то не очень как-то благозвучно я но здесь я с индусами в чем-то соглашусь потому что вы знаете мы уже проходили несколько тем очень много богов с маленькой буквы и библия евангелие об этом говорит прям так и написано ну бог есть бог богов бог один с большой буквы да остальные все боги маленькие башки которые в принципе суть идолы и реально можно даже как-то так увидеть о том что кто кому служит тот тому и раб иисус христос говорит кто кем побеждет тот тому и раб и тут вот просто можно увидеть даже почти почти по людям кто кому служит да ну просто просто я немножко расскажу врачебную тайну да так легонечко мы доктора в историях болезнях но я по крайней мере раньше когда работал в клинике периодически описал приходит человек от которого такой ну как брэ и по латыни звучит хабитус хабитус это внешний вид и по нему можно сразу определить но по запаху по внешнему виду по определенным манерам какая-то дурашливость уже появилась 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 плоский алкогольный юмор и мы так и пишем в истории алкогольный хабитус ну то есть внешний вид алкоголика если это перевести с латинского языка или человек который курит ну то он не совсем незаметно для самого себя пропитывается никотином пальцы становятся желтыми легкие страдают бронхит курильщика и так далее подобное мы пишем хабитус курильщика или наркозависимый приходят и просто видим о том что просто психопатизированный такой агрессивный молодой человек постоянно метается у него уже абстиненция вот трясет ну мы также пишем наркотических хабитус ну то есть просто по человеку мы можем определить его бога кто кому служит тот постепенно становится соответствующим понимаете дать ему говорю и как бы конечно мне бы хотелось как бы богу хотелось чтобы в нас реально отображался кто иисус христос я думаю что у христиан должно быть такое приветствие я вижу иисуса христа в твоем лице я вижу христа в твоей жизни я вижу иисуса христа в твоем облике ну тебе было бы приятно если бы тебе так сказали ну мне было бы приятно их я хочу сказать что это не не безосновательно давайте мы вместе прочитаем во втором послании коринфянам в третьей главе это написано я бы даже хотел потому что это в тему нашей сегодняшней проповеди апостол павел пишет со второго стиха вы наше письмо написанное в сердцах наших узнаваемое и читаем и всеми человеками вы показываете собой что вы письмо христово через служение наше написано не с чернилами но духом бога живого не на скрижалях каменных но на плотяных скрижалях сердец такую веренность мы имеем в боге через христа не потому что мы сами способны были помыслить что от себя как бы от себя но способность наша от бога скажи моя способность от господа что мы не сами по себе способны наша способность особенно в служении святого духа в служении церкви она сверх естественно она от бога он дал нам способность быть служителями нового завета не буквы но духа потому что буква убивает давайте мы это запомним буква убивает душит в живот творит дьявол тоже очень хорошо знает священное писание но его найти навык использовать божье слово для того чтобы убивать законники до религиозники того времени фарисеи садуке и родиане тоже хорошо знали божье слово ветхий завет талмуд септу агинту и так далее то подобное но они использовали божье слава божье слово для того чтобы убивать они набросились на иисуса христа и через слово по слову давая просто нападки какие-то и просто ты одержимый в тебе без ты богохульник и в конечном итоге так возненавидели его что убили но дух животворит дух святой он животворит он созидает он дает жизнь он дает любовь он дает радость если за служение смертоносным буквам начертана на камнях было так славно что сына израиль его не могли смотреть на лицо моисеева по причине славы лицу и лица его приходящей то есть это была приходящая слава она пришла и ушла он сошел сиона с сияющим лицом но потом это сияние ушло и он снял покрывал то не гораздо ли более должно быть славно служение духа ибо если служение суждения славно то тем паче изобилю изобилует слава и служение оправдания мы не несем служение суждения мы не призваны в церкви да о том что вот ну просто тот такой ярлыки навешали там осудили всех и мы только хорошие но это не христианский подход мы несем служение оправдания даже вот ну мы мы не собрались в церковь для знаете святых ну просто церковь это не музей святых церковь можно больше степени сравнить с лазаретом куда люди приходят страждущие с бременами изранены и мы призваны друг друга не осуждать оправдывать аминь или не аминь исцелять помогать поддерживать молиться друг за другом это то к чему призывает евангелие то прославленное даже не оказывается славной всей стороны по причине преимущественной славы последующего то есть та слава которая последует или та слава которая лежит на нас христианах она не приходящая она вечная ибо если приходящая славно то тем более славно пребывающий имея такую надежду мы действуем с великим дерзновением христиане призваны действует с великим дерзновением аминь а не так как моисей который полагал покрывала на лицо свой чтобы сыны израиля не взирали на конец приходящего ну мы их ослеплены ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении ветхого завета потому что снимается но христом до ныне когда они читают моисея покрывала лежит на сердце их но здесь речь идет об евреях иудаизме и когда апостол павел писал это послание он и сталкивался постоянно с этим явлением о том что евреи продолжают читать или стараются читать ветхий завет но они его не понимают покрывала лежит и смотрите что но он дает выход апостол павел но когда обращается господу тогда это покрывало снимается савл да то есть апостол павел в прошлой жизни савл фарисеев фарисеев тоже когда-то пытался разумеет священное писание но не понимал его уверовал иисус христа и писание стало ему понятным аминь или не аминь иисус христос для него снял покрывало и апостол павел стал одним из лучших я бы сказал скажу смело лучшим толкователем ветхого завета в те времена 2000 лет тому назад и был лучший толкователь потому что мы сегодня научаемся через толкование апостола павла аллилуйя мы же открытым лицом как в зеркале взирая на славу господне преображаемся в тот же образ в какой образ божий образ преображаемся в тот же образ от славу славу как от господня духа скажи аминь потому что это правда не стыдно подражать иисус христу потому что так написано апостол павел призывает бывший изверг бывший гонитель церкви бывший убийца христиан который сажал христиан в темнице и заставлял их хули святого духа стал верующим христианином и он бывший изверг я изверг он говорит о том что он подражайте мне как я подражаю иисус христу ему было не стыдно подражать иисус христу сегодня иногда в церкви можно услышать учение не подражайте вы что что вы там о себе возомнили такое кому вы подражать апостолом да вы что спуститесь на землю наконец апостолы это такие величайшие они были простыми людьми аминь апостол павел был бывший изверг но как раз таки евангелие показывает пример о том что если апостол павел стал величайшим из апостолов стал святым апостолом который дал чистейше здравое учение бывший изверг еще вчера гнавший церковь а сегодня преобразившийся в образ иисус христа то не тем ли пачи мы аминь или не аминь у нас есть шанс у нас должно быть дерзновение входить во святая святых апостол павел призывает прежде омывшись кровью иисус христа и так вот это место это место является основанием для тему проповеди вижу иисус христа в твоем лице по первым христианам было видно издалека то есть их образ жизни то как они жили было сразу видно что это христиане их преследовали их гнали за то что они были исключительными людьми то времени их даже убивали потому что это вызывало крайнюю зависть ненависть злобу слава нашему богу я сегодня хотел бы коротко провести такую теологию вообще знаете я просто размышляю о том в чем смысл эта жизнь я думаю что каждый из нас периодически размышляет зачем мы вообще здесь на земле зачем мы живем чем эта жизнь вообще должна наполняться чем она закончится что будет после жизни что будет после смерти какова она вообще жизнь после смерти и реально по евангелию по библии мы можем это узнать я хотел бы сегодня буквально вкратце рассказать вот свой вывод да вот я много раз читал ветхий завет много раз читал новый завет я пришел такому выводу очень важно знать священное писание потому что через него мы претендуем с дерзновением иметь вечную жизнь вас есть там на троне в месяц с христом вечно там пребывать с ним радости там уже мы претендуем на то что там уже печали никакой не будет болезни там никакой не будет горя там никакого не будет и бог даже обещает что наши близкие наши родные наши семьи они спасет часа спасется весь дом твой аминь или не аминь и мы в это верим мы на этом стоим о том что вот господь если ты обещал ты силен исполнить потому что ты бог всемогущий я просто вкратце так расскажу о том что вы знаете ну просто по библии мы можем узнать как бог сотворил человечество да что из первых двух людей адам и его он сотворил из праха земного и сегодня вы знаете на самом деле все то что в этом теле мы можем на также найти в прахе земном то есть вся та же вот эта таблица менделеева сотворил для того чтобы иметь самое близкое общение сотворил по образу и подобию своему сотворил себе на равных то есть сотворил на такую высоту бог никого еще не сотворял ни ангелов ни архангелов не херувимов не серафимов впервые за всю историю всего живущего был создан человек по образу и подобию божьему был создан трех частным у человека есть так же как у бога есть дух есть душа и есть тело но человек не устоял да несмотря на то что человек имел невероятные привилегии у человека также была свобода выбора он вправе был выбирать о том что просто ну вот что там эдемский сад да ну там райское место конечно все прекрасно но вот просто как-то стало скучновато а был только один запрет на тот на то время не вкушай а дерево познания добра и зла и во тот день в который ты вкусишь от него смертью умрешь ну захотелось испытать бога да ну я его подошла испробовала потом дала мужа своего он испробовал и произошло первое не первое грехопадение ну потому что дьявол первый согрешил и потом решил увлечь вместе за дьяволом я его увлеклась и потом увлекла своего мужа и вот так вот началась вот эта история о том что грехопадение человека адама через которого потом упало все человечество то есть мы уже рождаемся во грехах наших это так и называется адамова природа и мы уже можно так сказать живем даже не можем отделись то что греховная от праведного святого мы думаем все что мы все хорошие на самом деле мы уже во грехе родились ну так говорит священное писание и когда у бога была попытка вступить в контакт с человечеством опять вернуть былую славу человечеству бог несколько раз пытался это дело через авраама через но это есть множество заветов через которые бог пытался восстановить и дать дар благодати дар спасения человечеству но человечество не захотела ну это просто были отдельно взятые личности ну авраам да ну просто ну ему это надо он и вступил завет ну мой в восьми людях они получили спасение в новом ковчеге все остальные просто не захотели принять и погибли в воде и так далее так ну тому подобное мы доходим до моисеева закона бог предложил целому израилю вы мой избран народ я дам вам закон по которому будете жить находить просто общение со мной израиль не захотел моисей ты там на горе общаешься с богом иди там общайся с ним мы не хотим знать твоего бога пусть там просто бог там что-нибудь напишет нам какие-нибудь обленные такие постановления мы постараемся и четко исполнять лично бога мы знать не хотим мы его боимся потому что он он страшно просто мы видим как животные там подходит к этой линии которая была очерчена да буквально они попадают замерто мы боимся там просто туда посмотреть в ту сторону да поэтому ты пожалуйста иди один и моисей заключил завес богом но это был один человек понимаете весь израиль старался исполнить заповеди которые были написаны на каменных скрижалях это так или не так и просто вы знаете этот закон привел к тому что человечество поняла потому что сегодня какой в какой-то может так сказать продолжительное время как это не уникально несмотря на то что этот закон уже давно упразднен упразднен то есть это ветхий завет он упразднен он не имеет силы этот закон привел к тому что человек наконец-то понял что мы закон этот исполнить не можем этот закон *** привлевしか quem к проклятию потому что проклят всякие написано что если хоть одну заповедь нарушил ты нарушил весь закон а мы не можем исполнить весь закон потому что там 665 заповедей даже запомнить это просто невозможно и бог допустил это только для того чтобы дать понять человеку я предлагал вам большее, но вы попытались своими силами. Ну, можно ли своими силами? И Бог дал большее. Он послал единородного Сына Божьего. Можете себе представить? Своего Сына, который был создан таким образом, единократно. Написано, да, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, то есть единственно рожденным подобным образом. Больше никто. Иисус Христос, Он был рожден от Святого Духа. Он не был из праха. У него не было вот такой, ну, просто на самом деле генетики человеческой. У него не было Адамой природы. У него была природа Христа, природа Божия. Сам Бог пришел на землю. Полнота Божества телесная. Аминь и не аминь. Сам Бог пришел во плоти на эту землю и принес нам свое здравое учение. Ветхий Завет был упразднен. Знаете, к нам приезжал недавно мессианский еврей. Мы помним, да? Ну, я не буду называть его имя. И он сказал такую мысль отсюда. Я не стал с ним спорить, потому что, ну, думаю, ну, это просто сейчас прерывать служение будет не очень этично. Он говорит, вот вы, христиане, называете Ветхий Завет Ветхим Заветом. Ну, говорит, кто же вам это вообще такое? Ну, вот я только что прочитал. Это Библия написана. И он говорит о том, что Ветхий Завет, ну, никто его не упразднял. Такой же закон просто. Ну, и начал убеждать нас в том, что на самом деле Ветхий Завет, ну, нет такого понятия. Есть Талмуд. И вы знаете, я просто всегда настороженно отношусь и всегда проверяю, перепроверяю. Я сегодня прочту одно такое место, которое доказывает о том, что это в Библии написано, о том, что Ветхий Завет. И он говорит, он не упразднен, этот закон, он до сих пор действует, он до сих пор такой сильный, его надо стараться исполнить. В этом-то и проблема евреев, то, что они по сей день стараются исполнить закон своими силовическими силами. Хотя Иисус Христос уже давно упразднил. Давайте мы вот это место прочитаем очень внимательно. И оно написано в послании к евреям. То есть это послание евреям, понимаете, да, избранному народу, чтобы они читали и вразумились. Я прочитаю восьмая глава послания к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что имеем такого первосвященника, то есть Бог послал первосвященника, Бог послал своего единородного сына. Через него Бог открыл завесу, завеса в храме разорвалась сверху донизу, и мы получили в доступ с дерзновением входить во святая святых Бога. Аминь. Мы можем теперь через жертву Иисуса Христа дружить с Богом. Иисус Христос назвал нас друзьями. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесной престол величия на небесах, и есть священодействователь, свечилище, искине истинное, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. То есть Моисей делал по образу. Иисус Христос не делает по образу, он сам есть образ, образ Бога живого. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый, послушайте внимательно, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. То есть первый закон имел недостатки, имел изъяны. Восьмой стих. Но пророк Укарияи говорит, вот наступают дни, это про дни Нового Завета, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды, Новый Завет, не такой завет, который я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещают Дому Израилю после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы мои и мысли в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом». Вы знаете, апостол Павел в другом месте поясняет, не тот иудей, кто по плоти таков, а тот иудей, который по духу. Помните это место? То обрезание истины, не которое по плоти, а когда вы обрезали пред Богом крайнюю плоть своего сердца. То есть обрезание плоти, оно истинное. Я, например, иудей. Ну, не знаю, как вы, но я просто верю в то, что и вы также иудеи, если вы полностью посвятили свою жизнь Господу. Происходит обрезание ваших сердец. Потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не вспоминал более. Говоря, новый показал ветхость первого, оветшающее и стареющее, близко к уничтожению. Иисус Христос взял чашу и назвал, что это чаша Нового Завета. И это место, оно четко говорит о том, что ветхий завет упразднен, он устарел, он поэтому и назван ветхий. Это в Библии написано. Это не мы, христиане, придумали. Это сказал Иисус Христос. Это сказали, написали его, прописали его последователи. Об этом учил один из самых лучших толкователей того времени, апостол Павел. И он написал это целенаправленно к евреям, чтобы евреи вразумились, чтобы приняли о том, что ветхий завет, Моисей завет устарел. Сегодня мы живем по новому завету. Мы сегодня живем по завету, по новым заповедям. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением и возлюби ближнего, как самого себя. И нам для этого дана полная всеоружие. И смотрите, как логично. Человечество не удержало спасения. Мы отдали свое первородство дьяволом. Дьявол забрал эту власть над всей землей, над этим миром. Он является князем, господствующим в воздухе, князем этого мира. И кому он захочет, как он утверждает в искушении Иисуса Христа, я кому хочу, тому могу дать ее. И поэтому до сегодня и по сей день существует в Америке улица, куда едут реально люди, музыканты, для того, чтобы продать свою душу, то есть заплатить цену и получить власть от дьявола. И получают ее. За короткий промежуток времени диалог так возносит, что они становятся самыми знаменитыми рок-музыкантами, политиками и так далее, потому что продали свою душу. Это реально существует. Ну, то есть факты, они на сегодняшний день налицо. И вы знаете, вот здесь нам надо очень четко проследить логику. Человечество не удержало попытка или пытаться спастись или доказать Богу о том, что мы такие хорошие люди и мы достигнем небес тем, что мы докажем наконец Богу, какие мы хорошие своими делами, оно уже прописано о том, что это все тщетно. Делами пред Богом написано не оправдается ни одна плоть. Благодатью мы спасены через веру, сия не от нас, не от человеческих дел, чтобы никто не хвалился. Аминь или не аминь? Это написано в послании к официанам. Мы спасаемся по вере. И смотрите, Бог прописал, то есть спастись на самом деле, очень просто. По той простой причине, что если ты знаешь, как спастись, если ты знаешь свои права, тогда спастись очень легко. Написано, сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к чему? К оспасению. Всякий, призвавший имя Господне, спасется. Очень просто. Бог так решил. Бог решил так. Люди, я решил, я принял решение, вы никогда не сможете доказать свою праведность, свою святость или получить вечное спасение через свои дела. Просто примите, примите моего сына, примите Иисуса Христа. Сделайте то, что он говорит. Призывайте его имя в свою жизнь. И вы знаете, на самом деле, это не так просто. Просто, вы знаете, на самом деле, духовный мир, он очень сильно бодается, противится. Это можно ощущать иногда на физическом уровне. Ну, примерно так, попробуй в какой-нибудь мусульманской такой, радикальной стране выйти на площадь и произнести просто имя Иисуса Христа. Ну, где тебя тут же и просто разорвут на плоти. Просто даже в европейской какой-нибудь державе попробуйте на площади рассказать весть об Иисусе Христе. Ну, просто, ну, могут тебя оплевать, просто начать на тебя кричать, хотя ты ничего плохого не говоришь. Ты говоришь просто какие-то духовные истины, которые могут спасти чью-то душу, но это вызывает какую-то жуткую агрессию, потому что мы живем в духовном мире. И смотрите, посмотрите внимательно, голговское место, долобное место, три креста стоят. Иисус Христос посередине, справа от него два разбойника, один так же начинает, как и толпа стоящая внизу, начинает хулить Сына Божьего о том, что ты, если ты Сын Божий, там сойди с креста, докажи, а другой разбойник начинает заступаться за Иисуса Христа. Я хотел бы провести такую мысль о том, что вот этот человек, разбойник, который заступился за Иисуса Христа, исповедовал его Господом. Он сказал Господи, ныне, когда будешь там на небесах, в раю, помяни и меня. Иисус что ему сказал? Ныне же будешь со мной в раю. Почему? Потому что разбойник призвал имя Иисуса Христа, провозгласил его Господа своей жизни и попросил, чтобы он ходатасов за него. Замолвил его имя перед отцом, стал его адвокатом. Все. Слышите меня? Как все просто. Иисус Христос ему обещает. А если Иисус обещает, он всегда что делает? Он всегда исполняет. Верен обещавший. Так написано. И вы знаете, вот этот разбойник висел так же, как Иисус Христос, он был прибит, но он говорит, ну мы-то заслуженно пострадали, а он не заслуженно. И он ничего не мог сделать для Иисуса Христа, потому что и руки, и ноги его были прибиты. Он истекал кровью, но сделал он очень большое дело. Он исповедовал. И это было нелегко. Перед всеми людьми, которые стояли под крестом на Голгофском месте, он исповедовал, что это Господь, Господь неба. Он ничего плохого не сделал. Он пострадал незаслуженно. Я приглашаю его Господу на своей жизни и прошу его, чтобы он стал моим ходатайом. Аллилуйя! И в этот же момент человек, казалось бы, ни за что, за то, что он проговорил какие-то слова. Ну, в мире вообще слова сейчас настолько обесценены, что они ничего не значат. Ну, сказал какие-то слова. Нет, это большое дело, это дело веры. Провозгласил, да? От избытка сердца говорят уста. Провозгласил и получил для своей души спасение. Поэтому у нас у всех есть надежда. Аминь! Слава нашему Богу! Большая надежда! Аллилуйя! Я уже иду к концу. Я хотел открыть последнее место. Я хочу прямо вот это зачитать, потому что это место настолько уникально. Я уже касался этой темы в своей прошлой проповеди, где написано про то, что мы не призваны делать какие-то свои дела как христиане. Мы не призваны что-то доказывать своими делами. Мы призваны творить и делать дела Иисуса Христа. И вот здесь, вы знаете, есть такое таинство, которое я хотел бы сегодня с вами поделиться. Это послание ангелу феатирской церкви. И оно написано в послании в книге Откровения Апокалипсис, вторая глава, с 18-го стиха. Это слова Иисуса Христа. И ангелу феатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный и ноги подобные Халкиловану, знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое и то, что давайте мы вот это запомним, то, что последние дела твои больше первых. Вот как хорошо, когда христианин заканчивает большими делами. То есть он начал по духу и заканчивает по духу, но только последние дела его намного лучше, больше, сильнее, чем те дела, с которых он начал. Не так, как вот в Канимской церкви апостол Павел обличает, говорит, вы начали духом, а заканчиваете по плоти. Ну, очень страшное обличение. А здесь феатирская церковь, она отличилась. Иисус Христос хвалит их, знаю, что последние дела твои больше первых. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Это уже 25-26 стихи и 27-й. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от отца моего. Как сосуды, не пугайтесь, глиняные. Бог говорит о том, что Он разобьет наши каменные сердца и даст нам сердца, какие плотиные. Аминь. Это вот в этом отношении. Когда ты в этом мире начинаешь соблюдать дела Иисуса Христа, не свои дела, дела Иисуса Христа, и мы знаем, как это соблюдать. Мы знаем, что на самом деле очень важно сперва слушать, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божия, проникнуться, пропитка должна быть такая очень хорошая, читать, вникать, усиленно молиться, усердно. Потом просто ты знаешь о том, что говорил Иисус Христос, что Он делал, исцелял, освобождал, и ты просто пытаешься войти в это служение, пытаешься кому-то просто проговорить о том, что вы знаете, функция христианина, она очень простая. Твоя задача просто подвести человека к Иисусу Христу и все. И все. Не пытаться самому освободить. Мы для этого не... У нас сил таких просто нет. Не пытаться самому исцелить. Я, например, врач, да, но я не пытаюсь исцелить заболевания, да, которые на сегодняшний день до сих пор большинство заболеваний необъяснимы, непонятны. Западные врачи пишут, например, вегетососудистая дистония неясного генеза, да, или гипертоническая болезнь неясной этиологии. То есть, буквально в истории болезни пишется какая-то там болезнь, причина которой неизвестна. Просто мы назвали ее, потому что там давление что-то скачет, то падает, настроение меняется. Ну, назовем ее по латыни, да, вегетососудистая. Вегетативная система страдает и сосудистая. А почему страдает? А нам это неизвестно. А что мы лечим? А мы ничего не лечим. Мы просто назначаем симптоматические химические препараты, которые просто подавляют симптомы. Временно. А потом становится еще хуже. Вот и вся терапия. Вот и вся медицина. Поэтому что-то пытаться, да, о том, что просто вот, ну, если в наш медицинский центр приходит, о том, что мы просто постепенно ведем человека в том, что, ну, просто, ну, я привожу разные такие цитаты, да, просто мысли какие-то древние, что Гиппократ учил, да, что Гиппократ учил своих учеников. Если вы занимаетесь терапией, спрашивайте у людей, готовы ли вы избавиться от своих пороков? Потому что, если вы от них не избавитесь, вы никогда не получите исцеление. Причиной заболевания по Гиппократу является грех, какой-либо порог. Это может быть порок в еде, ну, просто как, погрешность, человек просто неправильно питаться. И любой порок, он в конечном итоге вызывает какое-либо заболевание соответствующее. Любой порок. Никакой порок не ведет к здоровью. Аминь. Святость ведет к здоровью. Когда ты святой, вот сегодня Людмила говорила про свободу. Какую свободу мы получили? Во Христе Иисусе мы получаем свободу. Получили уже в прошедшем времени от греха, от болезни, от проклятия, от смерти, от ада. Мы свободны. Верите в это? Скажите аминь. Кто верит? Потому что, ну, может быть, если и ты временно, да, вот, на самом деле, как-то вот так, может быть, чем-то страждешь, то у нас у всех есть надежда, что на небесах болезни точно уже не будет. Я бы хотел открыть сегодня еще раз эту тайну, да, мысль, что японцы открыли совсем недавно о том, что если над какой-то молекулой, над снежинкой, над водой проговаривать какие-то хорошие слова, благословение или благодать или спасибо или счастье, любовь, кристаллик снежинки начинает распускаться, приобретать какие-то такие прекрасные формы. Если говорить плохие слова, смерть, уродство, просто какие-то страшные слова, которые я не хочу даже произносить, то тут же мгновенно этот кристаллик начинает уродоваться, искривляться, таять, ну просто приобретать какие-то такие страшные формы. И проводился такой эксперимент, ну брали один рис, второй рис, совершенно одинаковые условия, просто над одним рисом произносились хорошие слова, благословение, над другим слова проклятия. Слова проклятия приводили рис очень плачевному состоянию, он просто начинал гнить. Рис, над которым произносились слова благодати, начинал просто вот так, вы знаете, приобретать какие-то, ну то есть он просто становился еще более свежим, приобретал еще более какие-то качества, ну хотя казалось бы проходило несколько дней, а рис все такой, в хорошем состоянии, хотя он в какой-то в такой микрофлоре находился. Когда мы произносим, вы знаете, в чем преимущество христиан, над нами не просто кто-то произносит хорошие слова, мы сами их можем произносить, слышите меня? Жизнь и смерть написано во власти языка, произношу смерть, смерть приходит в мою жизнь, произношу какие-то гнилые, мерзкие слова, гниль и мерзость приходит в мою жизнь, произношу хорошие слова, произношу слова исцеления, исцеление приходит в мою жизнь, и этим надо пропитываться, Произношу имя Иисуса Христа Вы знаете, на самом деле Просто имя Иисуса Христа Когда встретили одного ученика И сказали, мы его не знаем Апостолы говорят Вот он ходит и именем твоим изгоняет бесов Может быть, ему запретить? Иисус Христос говорит уникальную фразу Не запрещайте ему Потому что до тех пор, пока Я нашим простым языком скажу До тех пор, пока он исповедует мое имя Он не может делать зла на земле Представляете? Только применение имени Иисуса Христа Делает человека таким благим Источником благодати А хотя этот человек не знал лично Иисус Христа Он просто ходил именем Иисуса Христа Просто применял власть имени Иисуса Аллилуйя Какая власть, какая сила в имени Иисуса Невероятная власть Она и сегодня такая же Только в это надо искренне сильно верить И вы знаете, я хотел вот это таинство Знаю, что твои последние дела Больше первых И вы знаете, я так вот Это логика чисто Я вот начинаю размышлять над этим местом Господи, вот мне бы тоже так хотелось Чтобы мои последние дела были больше первых А как я вот это узнаю? Как я узнаю, что мои последние дела больше первых? Потому что ну просто и те дела были хороши, неплохие И сейчас я стараюсь делать что-то хорошее И как бы так у меня поначалу возник такой вопрос Ну просто не понимаю И совсем недавно, да, вот просто я получил такое очень яркое, сочное откровение Как четко знать, что твои последние дела будут явно больше первых дел Вы знаете, какая тайна здесь? И это очень точно Ну просто пришел ответ И мне стало настолько все ясно Последние дела Это дела Иисуса Христа Когда ты научился делать дела Иисуса Христа Не свои дела Я хочу сказать, это история любого христианина Апостолы, не апостолы, последователи, пророки, пастыря Кто-то в молитвенном служении, где угодно, да, пятигранное служение Христианин приходит и первое время он делает все еще по инерции Он делает свои дела Они могут быть Он старается очень делать много добрых дел, но это его дела Он еще не научен, у него нет навыка Как вот так вот научиться делать дела Иисуса Христа Это ведь акт веры Вот как вот так научиться И знаете, Иисус Христос говорит своим апостолам Он говорит, если вы не превзойдете праведности фарисейской Помните это место? Не можете войти в Царство Небесное Иисус Христос говорит апостолам очень точную мысль Все они проходили фарисейскую праведность То есть их праведность была фарисейской, лицемерной Они играли роль Они ругались, они спорили за первое место Они готовы были подраться за то, что кому сидеть по правую или по левую сторону Подговаривали своих родных Маму там подтолкнули Скажи там Иисусу Христу, чтобы мне сесть по правую сторону Мама подошла, говорит, это не в моей власти Иисус Христос Ну, апостолы поначалу вели себя как маленькие дети Их праведность была Это записано в Евангелии Она была фарисейской Она была лицемерной И они творили очень много дел Старались творить очень много добрых дел Но это были их дела Я хочу сказать, это моя жизнь Я хочу сказать, это твоя христианская жизнь У всех нас, мы все проходили через то, что мы поначалу пытались делать очень много доброго И даже пытались заслужить Божью любовь или Божье спасение своими добрыми делами Говорили, Господь, разве ты не видишь? Я столько доброго сделал Я в детский дом езжу Там помогаю, там благотворительность Да я такой хороший человек Да меня там не только спасти Меня там надо уже сегодня вознести Вот так при всех и на троне Самое центральное место на коленочке К Иисусу Христу И вот там я, вот там мое место И человек не понимает, что это его дела И что он этими делами вообще не оправдается И только сейчас, вот я могу так сказать о том Что вот сейчас в моей жизни появляются попытки И что-то получается Ну я просто расскажу пример, когда я понимаю, что это не мои дела Ну вот у нас был последний тяжелый, тяжелейший пример Страшный пример, я хочу сказать В Бургасе к нам привели женщину Ее реально привели, потому что она была как зомби То есть она вот какие-то окаменевшие глаза И понять ее можно было Ее дочь изнасиловали И после изнасилования зверски убили Это в Бургасе произошло Ее муж умер после этого от онкологии И после этого у нее просто вот все Жизнь закончилась Просто началась сильнейшая депрессия Все остановилось, она не выходила из дома И через какое-то время Просто попала в психиатрическую клинику Жизнь для нее закончилась Страшнейшая депрессия Просто вот так она обезвижена Вот целыми днями сидела Смотрела в одну точку И в таком состоянии ее привели к нам Просто вот так, в окаменевшем И мы с Натальей начали над ней работать Ну просто молились Говорили ей об Иисусе Христе Открывали Писание Проводили там по каким-то опленным таким Психологическим таким тестам Потому что я психиатр, психотерапевт Наталья психолог Мы что-то знаем Что-то по-человечески что-то пытались Ну просто вот на самом деле пытались Его каким-то образом растормошить Наша самая главная задача это была Познакомить ее с Иисусом Христом Познакомить ее с живым Богом И нам это удалось Очень трудно, но удалось Она произнесла молитву покаяния Она начала молиться И какого же было наше удивление Когда мы через полгода приехали И меня пригласили проповедовать В церковь, где пастором служит Илка Евтимов Я проповедую и смотрю С алтаря знакомое лицо А это эта женщина сидит И после служения она подошла к нам И это другой человек Понимаете? Абсолютно другой человек У нее глаза горят от радости От счастья Она Она познала живого Иисуса Христа Все в жизни разрешилось Это абсолютно такое Ну вот Наталья была свидетелем Мы разговаривали Потом она говорит Останьтесь после служения Мы разговаривали с ней Не могли Ну просто Я понимаю Я смотрю на нее Я понимаю Это не я Я не мог такое сделать Ну мы помогли Мы просто человека Подвели к Иисусу Христу Наша задача была познакомить Мы это сделали Дальше Иисус Христос Просто изменил жизнь этого человека Хотя любой другой бы человек Просто бы лег бы и умер Вот на ее месте А Бог сделал невероятное чудо Он ее исцелил Он ее восстановил И сделал ее счастливой женщиной Слава Богу Слава Богу Потому что Ей смысл Ее душа спаслась У нее еще есть сын И жизнь наладилась Потому что И жизнь сына тоже прекратилась Потому что Она говорит Вот я сижу дома Я ничего не могу сделать Я смотрел в одну точку А сын не может даже меня оставить Потому что я просто Беспомощная стала Я не могу встать Я не могу сходить в туалет И просто сын вот просто Реально мучился со мной Теперь оба счастливы Слава Богу Я понимаю Что это не мои дела И я понимаю Вы знаете Для меня это такое откровение Вот последние мои дела Они явно больше первых Потому что последние дела Это дела Иисуса Христа Я хочу сказать Что даже вот этот случай Вот я уже вот считаю Что моя жизнь уже прожита Не зря Вот помочь водному человеку Просто познакомить человека С Иисусом Христом И своими глазами Увидеть чудо Чудо преображения Я уже прожил не зря И я знаю Что уже вот это одно дело Оно больше всех моих Добрых дел Взятых вместе Аминь или не аминь Это абсолютно правда И вот здесь я могу узнать Мои Как Господи сделать так Чтобы мои последние дела Были больше первых Дела Иисуса Христа Чуть-чуть ниже Иисус Христос Говорит в феотирской церкви Кто побеждает И соблюдает Дела мои до конца И смотрите Иисус Христос утверждает Что победа заключается в том Чтобы сохранить То, что ты имеешь Чуть-чуть выше написано И соблюдать Дела Иисуса Христа До конца До конца Несмотря ни на что Несмотря на скорби Несмотря на трудности Продолжать благословлять Проклинающих Любить ненавидящих Возлюбить своих врагов Которые тебя считают Своим врагом Делать то Что вот Какую-то благотворительность Тем людям Которые тебя злословят Вот мы сегодня Христиане сидим Ой, какой вот человек плохой Обо мне плохо думает Он меня там не принимает Он мне сказал обидные слова Благотвори Подади вот к нему Просто и что-то ему Просто благослови Да, подари Хороший подарок Скажи Да вот просто получил Побуждение Что-то тебе такое Букет цветов Подарить От Господа Так Иисус Христос учит И ты увидишь Какое последействие Аминь или не аминь Это характер Иисуса Христа Это характер Бога Тема моей сегодняшней проповеди Вижу Христа В твоем лице И твои последние дела Путь будут больше первых Хорошая тема Я бы очень хотел Чтобы Вот в нашей церкви Мы видели друг в друге Иисуса Христа Через наши дела Через наши поступки Через наши слова Чтобы это проявлялось Чтобы его имя прославлялось Потому что Как мы сегодня проследили этот путь Человечество не удержало Бог послал Сына Своего Единородного Сам Бог пришел во плоти И сделал для нас Все настолько простым и доступным Чтобы мы мгновенно могли спастись И более того Приобрести его характер Стать Божьими детьми Получить власть Быть чадами Божьими И творить его дела Не свои дела Но его дела И тогда становится Все очень понятно Очень логично Для меня открылся Смысл моей жизни Для чего я на этой земле Для чего вообще Все сотворено И мы Вы знаете На самом деле На этой земле временно Потому что Цель Бога Заключается в том Чтобы сделать нас Частью своей И вы знаете Бог мне недавно Через Писание Просто вот так Очень ясно Еще открыл Я прочитал еще раз Места из Писания Где Иисус Где апостол Павел говорит Я без Бога Суть ничто Вот он говорит Без Бога я Суть ничто То есть Моя сущность Это ничто вообще Чуть-чуть Позже В другом месте Он говорит Я есть Причастник Божественного естества Царственное священство Взяты в удел Смотрите Какая разница Или без Бога Ты ничто Или в Боге Ты полнота Наполняющая Все во всем Да Часть божества Телесно Царственное священство Кто-нибудь Хочет из вас Или верит В то что У нас царственная натура Вот мне нравится Людмила у нас Руководитель прославления Она вчера Говорит А я вот Получила что у меня Царская натура Царская природа Я дочь царя И поэтому у меня И повадки такие царские Ну просто вот Вы говорят уже Не обижайтесь Повадки у меня царские Так мы все дети царя Я помню Пастор Пекинской церкви Рассказывал Говорит К нам в церковь Пекинскую Приехал Настоящий царевич Из Африки Из небольшого Африканского племени Его отец царь Настоящий царь А он царевич То есть он принц И он приезжает И так Ну а он уверовал Вся семья уверовала Пришла к Иисусу Христу И он приезжает В Пекинскую церковь И так заявляет о себе Ну просто Я принц вообще Потом очень длинное имя Такое там Ну там Очень много Всяких званий Регалий Ну он говорит Вы можете ко мне Просто обращаться Принц такой-то Я принц И тут пастор Станислав встает Ну мы говорят Вообще все тут принцы Поэтому говорит Ты тоже к нам Тоже так Можешь обращаться Ну я принц Лю Да Принц Вот поэтому Потому что мы все царские Ну там Дочери царя Сыновья царя И еще одно Апостол Павел пишет Без него не можем делать ничего И в другом месте он говорит Пишет О том что Все могу Укрепляющий меня Иисус Иисус Христе Все могу Укрепляющий меня Иисус Христе И смотрите Вот без Бога Я ничто И ничего не могу В Боге я Царственное освященство Причастник Божественной естества Предназначенной для Вечной радости Вечного счастья И все могущий Все могу Написано еще Все возможно верующему Аминь Все могу Укрепляющий меня Иисус Так что мне избрать Если знать факты Да Потому что для меня То что написано В Священном Писании Это констатация фактов Это факт Непреложный факт Который никогда не изменится Написанный Потому что Бог сказал Потому что Иисус Христос сказал Или мне быть ничем И ничего не иметь Ничего не делать Или что-то делать Это будет ничем Да Или мне быть Царственным освященством И все мочь Все могу Укрепляющий меня Иисус Христос Что ты изберешь Я вот для себя избрал Что я хочу Все мочь Во Христе Иисусе Что все могу Я для себя избрал Я буду Я уже есть Причастник Божественного сестра Другому не дано Другого Как апостол Павел Павел пишет Мы сделали выбор Не иметь выбора Мы уже выбор сделали Нам уже Отходить от этого Негоже Мы приняли Вот такой выбор О том что мы Дети царя Мы имеем власть Быть чадами Божьими Мы от этого не отступим И не отойдем никогда Что отлучит нас От любви Божьего Во Христе Иисусе Ни смерть Ни нагота Ни ангелы Аминь Об этом пишет апостол Павел Поэтому избери для себя Повернись к соседу И скажи Вижу Христа В твоем лице Вы знаете Кто видит Христа В брате Или в сестре Или в ближнем Кто на самом деле Может увидеть Кто-то увидел Христа сейчас Вот я вижу В вас Христа Вы сейчас улыбающие Счастливые Радостные В вас Христос Я хочу сказать вам Что в этом есть таинство Что Христа в другом Я могу увидеть Только тогда Когда во мне Христос живет Только тогда Если во мне пустота Я буду видеть Вокруг пустоту Вот фарисеи Были одержимыми Дьяволом Они были Сыновья Иисус Христос Иисус их обличает Говорит Ваш отец дьявол И фарисеи Видели В Иисусе Христе Кого? Они видели В нем беса По подобию своему Да О том что Ну просто В сердцах дьявол Видят бесов Везде бесы Везде бесы Но когда в тебе Живет Христос Ты везде будешь Видеть Христа Потому что Для чистого Все чисто А для нечистого Нет чего-либо Чистого Потому что Осквернены И ум И совесть Его Так как пишет Апостол Павел Он смотрит Все через призму Своих грязных очков Поэтому просто Если ты не видишь Христа Вокруг Призадумайся Живет ли Христос В твоем сердце И чтобы Христос Поселился Это очень просто Сделать Просто пригласи Его в свою жизнь Скажи Иисус Христос Приди в мое сердце Приди в мою жизнь Я приглашаю тебя Своим Господом Там на небесах Будь моим Ходатаем Потому что Я знаю Узнал через Священное Писание Что ты единый Ходатаем между Богом и человеками Человек Иисус Христос Бог Богов Господь Господствующий Царь Царей Помяни меня Просто исповедуй Мое имя Перед своим Отцом Я буду спасен Аминь Слава нашему Богу Давайте склоним Наши сердца Аллилуйя Господь Мы сегодня узнали Господь Отче Что ты сделал Со своей стороны Всемогущий Бог Все возможное Чтобы наши души Любая душа На этой земле Могла получить Мгновенное спасение Просто призвав Имя Господне В свою жизнь И обрести Божий характер Пройдя через Водное крещение Крещение В Духе Святом Через огненное крещение Через испытания Для того Чтобы нам закалиться И очень хороший пример Это Алмаз Который Который в просто Своей жизни Был простым Черным камушком Углем Который под Большим давлением Под большим Прессингом Постепенно Сформировался В невероятно Твердый Драгоценный Камень Который режет Даже Самую твердую Сталь Стекло Дай нам Господь Приобрести Твой характер Научи нас Чтобы наши Последние дела Были Больше первых Дай нам Этот навык Чтобы нам Господь Творить Твои Божьи дела Исцелять Твоей силой Освобождать Властью Твоего имени Воскрешать Если необходимо Мертвых Мертвый дух Воскрешать К вечной жизни Проповедовать Лето Господне Благоприятное Дай нам Как Церкви Божьей Господь На этом месте Стать Просто Многогранной Многоразличия Благодати Божьей Поставить Здесь Пятигранное Служение Чтобы у нас Здесь были Свои пророки Свои евангелисты Свои учителя Свои пасторы Свои апостолы Чтобы Господь Это служение Было Просто Преисполнено Силой Твоего Святого Духа Дай Чтобы наши Последние дела Господь В этой Поместной Церкви Были Больше Первых наших Дел И мы Сегодня узнали Точно Как Этого Достичь А достичь Мы этого Можем Только верой И делами Веры Дерзновением Когда мы Просто идем И говорим То что Ты говорил Поступаем Так как Ты когда-то Поступал И делаем То что Ты когда-то Делал И продолжаешь Делать Через нас Тебе за Все слава Хвала И величия Мы благодарим Тебя еще Еще раз Во имя нашего Господа Иисуса Христа Во имя Отца И Сына И Святого Духа Народ Божий Скажет Аминь Слава Богу Давайте мы Прославим Нашего Господа Аллилуйя Сегодня у нас